А давайте мы все-таки начнем конференцию, ради чего мы собрали, и послушаем, что доктор Римма нам расскажет про прививки. Она собрала весь материал и приготовила, и она расскажет и про виды прививок, и про их возможное влияние. Я надеюсь, ответить на большинство вопросов, которые сейчас могут быть заданы. Слушаем, доктор Римма. Ну, я так подготовила общий материал, чтобы было понятно, там, начала с самого начала, поэтому, может быть, многие все это из вас знают, но, тем не менее, некую последовательность я хочу выдержать. Значит, что такое для начала, давайте в двух словах обсудим иммунитет. Это некий сложный механизм, такая громоздкая система в организме, которая включает в себя как маленькие незначительные клеточки, так и различные органы и системы. И иммунитет необходим, всем это известно, для защиты организма. Что происходит в двух словах? При проникновении какого-либо агента, инфекционного, неинфекционного, тот, который будет распознан как инородный, проникновение в организм, организм быстренько начинает, иммунная система начинает включаться, формирует некие белки большие, которые мы называем антителами. И эти белки бегут и вступают во взаимодействие с этим инородным агентом. Они его должны инактивировать и вывести из организма. Значит, это задача антитела. Дальше, впоследствии, если это уже не первый, не второй, как бы не вторая атака, то иммунная система формирует то, что мы называем иммунной памятью. При повторной ситуации иммунная память работает быстрее, и ей не нужно будет даже какое-то время на организацию процесса. То есть это будет выводиться из, инородные тела будут выводиться из организма. Что такое прививка с точки зрения иммунного ответа? Это фактически репетиция некой инфекции. И в дальнейшем создание иммунной памяти. Каким образом мы с вами можем сформировать иммунный ответ? Введением вакцины. Вакцины могут быть, ну сейчас вы все прекрасно знаете вакцин, много их существует, там более 100 видов, это куча заболеваний. Они делятся на несколько, ну как бы на несколько классов. Есть вакцины, которые содержат сами бактерии. Есть вакцины, которые содержат только токсины этих бактерий. Ну и соответственно они называются по-разному. Вакцины, инактивированные вакцины, они содержат убитых бактерий, ну либо вирусы, либо их части, что-то такое. Что было понятно, это наши прививки, которые мы делаем, например, в крови, там, пакита, брюшного кифа, клещевого энцефалита. Это инактивированные вакцины. Есть вакцины живые, которые мы вводим детям, это мы вводим ослабленного возбудителя. Мы считаем, что этот возбудитель не в состоянии вызвать саму инфекцию, но при этом он в состоянии организовать иммунный ответ с образованием антител и клеток памяти. Объясни, пожалуйста, что такое иммунный ответ. Иммунный ответ, я с этого начала, это с формирования некого количества антител. Антитела – это специфические белки, которые должны подействовать на введение того или иного возбудителя. Ну вот предположим, чтобы было понятно, попадает к нам вирус, предположим, давайте вирус гриппа, всем понятно. Он попал впервые к нам в организм, организм понимает, что это чужеродная составляющая, что с ней нужно каким-то образом бороться. Система включается постепенно, потихонечку, и в конце этого цикла она формирует это антитело, которое подбегает к вирусу гриппа и тем или иным способом от него избавляется. От самого вируса мы избавились, а антитела остались в организме, и они какое-то время там циркулируют. В зависимости от того, сколько по времени они там циркулируют, этот иммунный ответ будет либо краткосрочным, либо там длительным, либо пожизнен. Также для того, чтобы мы могли выработать некоторые там, скажем, ну, к некоторым заболеваниям, просто это относится, например, к окришу и дифтерии, поэтому я тоже должна сказать о том, что иногда мы вводим токсины, обработанные специфическим образом. То есть это уже не самые микроорганизмы, это продукты их жизнедеятельности. Ну и есть так называемые молекулярные или модифицированные вакцины, которые содержат только фрагменты белка какого-либо возбудителя или микроорганизма. Дальше, что мы можем сказать еще о вакцинах? Вакцины могут быть активные и вакцины могут быть пассивные. Вот то, с чего началась у нас предыдущая конференция, там мамочка обратилась с вопросом, поэтому остановлюсь немножко. Что у нас есть в активных вакцинах? В активных вакцинах есть сам антиген, активный, да, то есть это та часть, на которую антитело должно выработаться. Ну, жидкая смесь, которая как растворитель выступает, стабилизирующая добавка и так называемый адювант. Вот этот адювант, он с давних-давних времен, и он практически пока не меняется, это соль алюминия. Почему его вводят в саму вакцину? Потому что иммунная система, она все-таки очень грамотная, и в случае, когда попадает не сама инфекция, а только какая-то ее часть, организм может не включить свои механизмы для выработки иммунитета. А именно вот соль алюминия как бы заставляют все-таки иммунную систему откликнуться для того, чтобы все-таки мы наработали этот иммунитет. Есть пассивные вакцины, есть пассивные вакцины, но они, в общем, особо сильно нас, наверное, сейчас не интересуют. Это те вакцины, которые вводятся, когда необходима, например, немедленная защита. Вот я не знаю, может быть, не дай бог, кого-то из детишек кусали собаки, знаете, когда делают кучу уколов. Вот это мы вводим пассивную вакцину. При стоп-дневнике мы вводим пассивную вакцину. И когда есть какой-то очаг заражения, например, корио или оспы, или какой-то такой, тогда вводятся эти пассивные вакцины. Что такое пассивная вакцина? Это иммуноглобулин. Иммуноглобулин может быть либо человеческим, это тоже белок, который получается из плазмы крови, либо человеческий, либо животный. Существуют различные календари прививок. Европейский не совпадает, например, с российским, с украинским. Но, в принципе, где-то больше болезней, против которых вводим вакцины, где-то меньше. Но, по сути своей, они действительно практически все одинаковые. На календаре даже останавливаться не буду, потому что, если надо, его можно посмотреть где-то. Ну, первую, да, первую действительно вводим против гепатита в первые 24 часа жизни, потому что ребенок еще не был ни с кем в контакте. И мы можем быть уверены в том, что, предположим, нужно это сделать. Ну, БЦЖ по лентам. Если нужно будет календарь перевить, можем потом его обсудить. Как вводим вакцину? Все видели? Есть два способа. Либо это вводится, мы называем это в медицине парорально, то есть это мы что-то делаем, какие-то капельки даем в ротик малышу. Либо пароратерально, это делается внутримышечно или подкожно. Малышам вводят в переднюю поверхность бедра, ну, детям и взрослым вводятся в руку, там, в дельтовидные мышцы. Очень часто задают вопрос, обычно родителям можно ли делать одновременно несколько вакцин. Ну, на самом деле, никаких противопоказаний против этого нет. Обычно делают по разные участки тела, но такая практика не принята. Конечно, всегда делают, вакцинацию проводят постепенно, ждем некоторый промежуток времени для отклика организма на выработку антител, и после этого делаем следующее. Что такое ревакцинация? Ревакцинация – это повторное введение той же самой вакцины, ничем оно не отличается, но мы уже ее вводим на существующий иммунный ответ. То есть мы первый раз ввели, организм откликнулся, образовал какое-то количество антител. Через некоторое время, для того, чтобы закрепить этот объем этих антител, мы вводим еще раз вакцину, и иммунитет становится... Иммунитет становится более выраженным. Несколько слов про общие противопоказания к вакцинации. На самом деле, каждый из вакцин, которые существует очень много, есть отдельные противопоказания. Я их объединила в общую часть, чтобы было понятно, какие-то общие позиции. В каждом конкретном случае, конечно, нужно рассматривать и ребенка, и препараты. Что понятно? Понятно, что в острый период заболевания мы не вводим никакие прививки. Мы не вводим никакие прививки при каком-то другом функциональном нарушении. Предположим, там при повышении температуры на рост зубов или еще на что-то такое. Потому что дальше смажется сама история. Мы не поймем с вами, это у нас зубки растут, или у нас это реакция на вакцину, или это у нас какая-то еще болезнь присоединилась. То есть должен быть абсолютно совершенно спокойный в плане соматического состояния, то есть безболезненный период. Понятно, что никогда не вводится вакцина при каких-то аллергических состояниях, ребенка при сенсибилизации. Как это ни странно, но аллергия на яичный белок, если она есть у детей, то она же и будет косвенно говорить о том, что, скорее всего, будет на яичный белок составляющую в вакцине, тоже будет аллергия. Поэтому к этому надо очень внимательно относиться. Когда мы не делаем еще прививок, мы не делаем прививок при нарушении иммунной системы. Если есть хоть какие-то подозрения на нарушение сформирования иммунной системы, естественно, никакая вакцинация ни в коем случае не проводится. Что нам не мешает делать прививки? Предположим, мне трудно, правда, сказать, как это может совпасть, но предположим, предшествующее лечение антибиотиками можно вводить. Ребенок, которого называют часто болеющие дети, можно вводить в периоды ремиссии, можно делать вакцинацию. В периоды ремиссии, это имеется в виду... Как это определить? Сейчас вот можно или нет? Или нужно там месячек подождать, два-три и так далее? Есть такая часть детей, которых мы называем часто болеющими. Это дети, которые из одного ОРВИ переходят в другое. Определяем мы точно так же, как я хотела бы дальше сказать, перед любой прививкой у нас должны быть несколько исследований. Дети до года, понятно, что их смотрит педиатр, их смотрит врач-невролог, мы делаем нейросорографию. Дети постарше, но и дети до года тоже, обязательно мы делаем анализ крови и обязательно делаем анализ мочи. Любые минимальные отклонения в анализе крови, они являются противопоказанием для проведения вакцинации. Какие именно параметры? Еще раз скажи, пожалуйста, что это? Это не очень сильно важно, например, сейчас для родителей, потому что это может быть все что угодно. Если это были частые вирусные инфекции, это может быть какой-то лимфоцитарный сдвиг, может быть количество лимфоцитов в ту или иную сторону смещено. Если это ребенок часто болеющий, у него может быть высокая слоя. Если это ребенок часто болеющий, у него может быть низкий гемоглобин, у него может быть низкий или несовпадающий гематокрит. Любое отклонение, которое есть в анализе крови, оно требует подтверждения, что оно не инфекционного генеза и оно требует восстановления. Любое. Что следующее? Следующее. Давайте про осложнения немножко, да, пару слов. Значит, как мы делим осложнения постпрививочные? Мы их делим на осложнения местные, которые возникают в месте введения препарата. Они тоже могут быть разных типов, они могут быть совсем как бы незначительными, это там покраснение, незначительный отек, считается гиперемия и красненькое пятнышко меньше 8 мм в диаметре, оно считается нормой допустимой на введение вакцины. Если это состояние держится больше двух суток, двое троих суток, то они уже требуют некоторого терапевтического лечения. И общее осложнение. Общее осложнение там всем прекрасно известно, да, это нарушение поведения, нарушение сна, нарушение аппетита, повышение температуры, появление там тревожности у ребенка. Ну, в принципе, считается, что это прогнозируемое осложнение после вакцинации. И практически всегда предупреждаем родителей, что это может произойти, потому что все-таки это атака. Атака неким инфекционным агентам. Если надо будет, то, наверное, можно тоже сделать таблицу осложнений и каким-то образом ее выложить. Что теперь... Это как бы вот общее все, что можно было рассказать про детей, про прививки. Теперь как бы, что можно рассказать про наших детей. Тоже постараюсь так, чтобы было совершенно понятно. Мы возвращаемся к иммунитету. Иммунитет — это та система, которая реагирует на любое изменение в организме. На любое изменение в организме. Иммунная система, как периферическая, так и центральная, она очень связана в развитии, в внутриутробном развитии, в дальнейшем развитии, до взрослого состояния. Она очень сцеплена с центральной нервной системой. Они прямо вот рука об руку идут. Поэтому, например, появляющееся воспаление в центральной нервной системе, там, в структурах головного мозга, где бы оно ни появилось, оно, естественно, требует иммунного ответа. Иммунная система не понимает, что происходит, и она начинает каким-то образом отвлекаться. Вообще не важно, почему произошло это воспаление. Была ли это какая-то инфекция, была ли это гипоксия, недоношенный ли это ребенок? Ответ будет один и тот же. Ответ будет одинаковый. Так как мы с вами уже поняли, что иммунитет откликается созданием неких определенных антител, то и на нервную систему ложится еще большая нагрузка, так называемый нейроиммунитет. Мы с вами этого можем естественно не увидеть и не распознать. Вот только что мамочка спрашивала, до года там у ребенка все было нормально и все было хорошо. То есть, скорее всего, конечно... Прошение, а можно поподробнее о том, что такое нейроиммунитет? Я думаю, это многим будет важно услышать. Нейроиммунитет – это специфическая реакция на центральную иммунитет, на центральную нервную систему. Любое нервное волокно оно тоже состоит из белков, из различных веществ. Давайте, знаете как, давайте уйдем от нейроиммунитета. Вот смотрите, у нас, например, мы с вами порезали руку. Для того, чтобы эта рука у нас с вами зажила, туда должны прибежать определенного вида клеточки. Они должны подумать, кем они должны стать, эти клеточки, и быстренько нам заживить эту рану. Например, ребенок рождается в гипоксии. Ребенок рождается в гипоксии, и, значит, центральная нервная система, нервное волокно, в любой стадии, оно уже повреждено. Ему уже не хватило чего-то. Иммунная система не понимает, что это такое, и она начинает пытаться восстановить это волокно своими силами. Поэтому она нарабатывает некие какие-то там специфические белки. Вот это и называется нейроиммунитет. Это то, о чем сейчас говорят, как о возможном определении уровня нейровоспаления. Это определение, например, уровня белка. Амфотерин есть такой белок, который, если мы, например, он совсем не специфичен, но он также отвечает и за нейровоспаление. Если уровень этого белка повышен, мы с вами можем говорить о том, что да, нейровоспаление существует. Можно его называть нейровоспалением, можно называть выработкой нейроиммунитета. Как бы практически это будет равная история. Так вот, когда наши эти детишки находятся в абсолютно уравновешенном с нашей точки зрения состоянии, мы не очень понимаем, что происходит у них там внутри. И любая вещь, которую мы введем или мы там каким-то образом произойдет, травма, стресс, препараты, заболевания, это все и может как бы служить пусковым механизмом к проявлению уже одного из заболеваний центральной нервной системы. Если мы, например, говорим о прививках детям уже постарше, наверное, конечно, можно посмотреть уровень нейровоспаления. Если мы говорим о совсем маленьких, то, конечно, это предопределить до первой, второй или третьей прививки, к сожалению, невозможно. А есть ли какие-то косвенные признаки, по которым это можно определить и на что-то обратить внимание? Чаще всего внимательнее нужно относиться к детям, у которых в анамнезе, то есть там или до их рождения, или в момент их рождения уже были какие-то особенности. Не переболела ли мама в первые три месяца какой-то вирусной инфекцией? Не было ли у мамы каких-то тяжеленных стрессов? Как родился этот ребенок? Какой период был безводный? С каким он весом родился? Не было ли гипоксии? То есть это является как бы косвенными признаками того, что может быть нарушение в центральной нервной системе. Для малыша именно такая история. Поэтому, как бы резюмируя историю, то есть все, что мы вроде бы, все, что мы делаем с вакцинацией, все, что мы делаем с вакцинами, оно очень такое продуманное, обследованное и просмотренное, но есть куча детей, которых вот, ну, к сожалению, я сама могу сказать, что да, мы не можем с вами определить, имеет смысл или не имеет смысл ребенку делать спектр этих прививок. Так, ну, я, наверное, видимо, все, что хотела сказать, сказала или чуть забыла. Давайте что-нибудь спросим тогда еще. Можно спросить? Да. Вот я буквально недавно слышала, что если ребенок родился с обвитием или с гипоксией, то автоматически такому ребенку не должны делать прививки. То есть до полутора лет. Если вот именно, вот когда бы, получается, тяжело родился ребенок, и как бы уже он ослаблен. И если в этот момент сделать, то, конечно, в полутора-два года могут быть, оказывается, отклонения в развитии, то есть то, что мы наблюдаем в наших детях. Это такое может быть, да? Обвитие пуповиной на самом деле не может являться неким противопоказанием, да? Больше будет играть роль оценка по абгарс, который родился ребенок. Потому что, если это обвитие было там однократное, или там он не пострадал, у него он там сразу закричат. Оценка по абгарс мы оцениваем общее состояние нервной системы как бы физиологических функций ребенка. Если оценка по абгарс была достаточно высокой, значит, ребенок не страдал. Потом сейчас вам делают утро-звук во время беременности, и там тоже определяют наличие кислородного голодания у детей. Если во время этих исследований не было таких, как бы, ну, врач не сказал вам, что вот у вас есть такая вещь, то еще совокупность, например, маловесный. То есть если ребенок маловесный, это как бы одна история. Если у него вес нормальный, значит, это другая история. Дети очень хорошо компенсируются, поэтому обвития нет, оно даже не является как бы показанием для того, чтобы вас внесли в отдельную группу по дальнейшему наблюдению. А гипоксия, если ребенок не плакал, тяжело развелся? Это да. По идее, да? Если ребенок с низкой оценкой по абгар, да, он требует отдельного, так же, как и недоношенные дети, так же, как маловесные дети, они требуют отдельного наблюдения, отдельного графика вакцинации, и, ну, естественно, он немножко отсроченный до созревания там неких неврологических структур. Семенника, можно еще тоже спросить у вас? Спасибо большое. Слышно меня? Да, я слышу. Написали ребята в личное сообщение вопрос, они просто немножко плохо говорят по-русски, но они сейчас на конференции немножко стесняются своего русского. В общем, вопрос такой. До трех лет у нас получил 23 прививки. Много это или мало, мы сейчас, ну, как бы не могут понять, так как ребенок первый, делали во благо, делали все, что говорили врачи. Но сейчас кажется, что это уже, ну, как бы перебор прививок был до трех лет. Из них делали достаточно много, вот четыре пишут, платные вакцины. Врач сказал, что это, как бы, ну, нужно. Насколько, я так понимаю, вопрос в том, что, да, насколько опасно или не опасно, и как лучше выбрать национальные вакцины или лучше брать платные вакцины, да? В какой стране это было сделано, во-первых? В какой стране это было сделано? Румыния, кажется. Сейчас я скажу одну. Здравствуйте. Да, Румыния, Румыния. Здравствуйте, ребята. Австрия. 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 Значит, смотрите, давайте я вот таким образом отвечу вам на этот вопрос. Значит, естественно, есть утвержденный Всемирной организацией здравоохранения календарь прививок. Это обязательные прививки, которые нужно сделать в определенном возрасте и с определенной дистанции времени, одно от другой. Есть сейчас очень много прививок, которые стали делать от ротовирусной инфекции, там, от стафилокока, от пневмокока. Это дополнительные инфекции, пока не включенные, ну, не во всех странах, по крайней мере, в большинстве стран не включенные в календарь прививок. Это можно расценивать и как там коммерческую составляющую, но и как, например, там дополнительная вакцинация для вашего ребенка. Все, что касается самих препаратов вакцинальных, прививочных, ну, это, естественно, нужно там рассматривать все это каждый раз самостоятельно. И я сейчас не могу сказать вам, что вот эта вот прививка очень хороша, вот этот препарат, а вот этот препарат, там, например, очень плохой. Все, что разрешено и допущено к использованию, оно имеет право на существование. А то, что превысили календарь прививок, ну, значит, это вот таким образом работает, предположим, там, доктор решил, что надо сделать там. Я думаю, что им пневмококи сделали, им делали стафилококс, скорее всего, дополнительно. Есть такая история, да, делают большое количество прививок. Здравствуйте, можете задать вопрос? Да, слушаем. У меня есть ребенок, мы были у вас на очном лечении, младший Федор. Он здоров, ему два с половиной, два года и два месяца. Я их до сих пор не отучила от груди, что хочу сейчас сделать, но у нас по каким-то причинам, у нас все прививки сделаны, но не сделаны АКДС, ну, не одна. Вот, и тоже стоит перед сентябрем вопрос вставить, и вопрос в том, чтобы, вопрос в том, что можно ли во время отучения от груди ставить прививку, либо сделать прививки и после этого отучить? В два года и два месяца вы должны были уже давным-давно отучить ребенка от груди, конечно же. Я не вижу никакой взаимосвязи между грудным вскармливанием, и, ну, единственное, что если это для него там будет великий какой-то стресс, ну, в принципе, ну, может быть, конечно, но два года, два месяца очень-очень взрослый ребенок для грудного вскармливания. Вика, позвони мне, мне нужно будет с Федей пообщаться на эту тему, хорошо? Да, привет ему от нас, кстати говоря. Можно еще вопрос тоже доктору? Скажите, пожалуйста, какой вес у ребенка считается маловесным с вашей точки зрения? Потому что, как я понимаю, данные разнятся в разных странах, да? Ну, они не очень сильно разнятся в разных странах. Ребенок при рождении должен иметь вес порядка там от 2 800 до 3 600. Вот все остальное считается нарушением в той или иной стороне. 2 700. Римма, я не знаю, ты просто... Римма, подожди. На самом деле все правильно, действительно, различается. Это зависит от, скажем так, расовых особенностей народа, которая представляет страну. То есть, например, в Израиле вес 2 200 вполне будет для насильного веса. То есть, скажем, для России это будет заниженный вес, но для Израиля вполне нормальный. То есть, потому что народ здесь, в принципе, мельче, чем в России, и поэтому дети рождаются более мелкими. Поэтому каждая страна имеет, в общем-то, свои как бы таблицы, и поэтому нельзя вот так вот спрашивать на АБУ. Нужно знать, какая страна, какой национальности принадлежит ребенок. Потому что мы все разные. Есть нации, которые более мелкие, есть нации, которые более крупные. Например, скажем, в той же Англии там люди более крупные. И поэтому там, скажем, 2 800 будет, скорее всего, не до веса. Ну, технический конкурент. Да, в России такого индивидуального подхода нет, поэтому вот наши ограничения. В России, правильно, в России там еще подход такой. То есть, там народ более-менее примерно одного размера живет. То есть, там нет очень мелких, скажем. А в других странах есть. И это поэтому нужно учитывать. И это также влияет не только на вес, это влияет и на объем головы, и, в общем, на все на свете. Поэтому, в общем-то, каждая страна имеет свои как бы вот стандарты. И нужно ориентироваться именно, так сказать, исходя вот из конкретных данных. Но 2 700 для России вес маловесный ребенок? 2 700? Маловесный. Маловесный. То есть, это медотворение. Это зависит от родителей. Если родители высокие, то одно. Если не высокого роста, то другое. Это нельзя так говорить. Если родители русские, то такие маловесные. Если родители... Смотрите, первый ребенок 3 300, второй ребенок 3 500, третий ребенок 2 700. Соответственно, должно получаться... Абсолютно нормальная история. Да, это маловесный ребенок. Маловесный. То есть, должен был быть медотвод, верно? Я понимаю. Нет. Нет. Все зависит от родителей. Вы говорили о том, что маловесные дети, у них медотвод. Нет. Нет. Вот, послушайте, может быть, я очень быстро говорю. Значит, есть совокупность факторов в родах, по которым мы определяем в дальнейшем, насколько зрелыми структурами, как бы структуры формируются у ребенка. Если этот маловесный ребенок родился в гипоксии, или он там родился, не сразу закричал, или у мамы там была какая-то инфекция, это одна история. Если этот маловесный ребенок родился и получил оценку по Абгар 8-9, и в дальнейшем у него нейросонография была нормальная, и все у него было нормально, конечно, малый вес не очень будет решающим фактором. Но, послушайте, у меня большой вопрос. А где же делают нейросонографию? В России я такого не встречала. Вам не делали ультразум? Нет. Ничего головного мозга? Нет. Мы делали это потом, уже сделав прививки. Я вот просто, почему мне удивительно это. То есть это было потом, когда мы сделали прививки уже, понимаете, нас отправили на нейросонографию. А в роддоме же прививки БЦЖ и гепатит были сделаны маловесным ребенком. Вот поэтому у меня возник вопрос. То есть вы говорите о том, что маловесные дети, медотвод и так далее. То есть у меня вот и нейросонография в том числе. Вот у меня вопрос возникает. То есть у нас, получается, дети не обследованные, да, получается. В анализах, вот то, что Юсеф, я видео смотрела, какие можно увидеть отклонения в анализах крови, да. Все эти отклонения я потом увидела у своего ребенка. Но у нас почему-то в России считается, что они не имеют клинического значения, да. Соответственно, нейросонография делается уже по факту. После выписки из роддома, там, в течение месяца съездить и сделать, называется. Вот так. Вот готова разделить ваше возмущение. Ну что мы теперь можем с этим сделать? Нет, нет, я к чему, я к чему спрашиваю, что это принято? Это по конкретно, что с тем здравоохранения. Ну принято-то где? Вот для меня вопрос. Не будем терять вопрос на то, что не по теме. Рим, ты можешь поговорить про осложнение от прививок, Рима? Да. Что рассказать? Про осложнение от прививок. Потому что у каждой прививки есть еще целый набор совершенно официальных осложнений. Вот хотел бы про это немножко услышать. Давай. Есть, да, у каждой из вакцин есть совершенно, скажем, официально утвержденное осложнение. Не пойду тогда по вакцинам, а пойду по их видам, этих вакцин. Хорошо? Давай. Да, значит, с чего начнем? Сейчас давайте мы подумаем, с чего начать. Ну что ж, с живых начать. С живых, с активных вакцин, которые прораживаются. У кого больше осложнений? Ну, значит, двоякая история. Естественно, значит, самое, скажем, большое количество осложнений – это у вакцин, которые так называемые молекулярные. Ну, нас они не интересуют, мы от них уходим. Значит, у активных живых вакцин. Что туда включается? Ну, общие мы с вами уже обсудили. Что может быть? Могут быть нарушения со стороны центральной нервной системы. Могут быть нарушения. Может быть… Шкала обгаршивается. Ну, что теперь уже рассуждать на это? Значит, могут быть поражения желудочно-кишечного тракта, поскольку большое количество иммунных клеток расположено именно в брожейке кишечника. Могут быть нарушения со стороны центров терморегуляции сосудодвигательного центра. Ну, сложная история. Сложная история. И что является причинно-следствием? Я специально посмотрела перед тем, как вот сесть на этот разговор. Например, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что причина-следственная связь, там, нужно определиться, что же было первично. Первично было какое-то нарушение, условно, там, в центральной нервной системе, и прививка вызвала потом осложнение. Или была обратная история? Не знаю, сложно говорить о том, что могло быть связано с конкретными вакцинами. Ты просто расскажи, про какие бывают осложнения, и еще скажи, какие вот эти прививки в календаре прививок. То есть, какие из календаря прививок именно делаются живыми вакцинами ослабленными? Живыми, активными вакцинами. Есть ли разница по странам именно в этом? Сейчас практически нет. Сейчас практически нет. Препараты практически везде одинаковые. И все, что касается, например, активных живых вакцин, это корь, паратит, это свинка, краснуха, ветряная оспа, гепатит. Ну, пожалуй, что вот все. Это живые активные вакцины, которые вводятся в дети. То есть, любая из этих вакцин может дать вот такую... Абсолютно точно. ...на китейтик или там на нервную систему и так далее? Да, абсолютно верно. Любая из систем может пострадать. Все будет зависеть от того, насколько, скажем, что более слабо сформировано. Потому что может быть, конечно, и нарушение мочевыводящей системы, что на самом деле у мальчиков, например, бывает чаще, чем у девочек, и достаточно частое осложнение. Может быть желудочно-кишечный тракт, может быть центральная нервная система, могут быть система кроветворения. Это тяжелые осложнения, которые, да, могут быть вызваны живым токсином, учитывая, что в этой же вакцине мы все-таки для того, чтобы немножко прикрыть ребенка. Там есть какая-то часть антибиотика, там есть какая-то часть соединений, там раньше их включали, это были соединения ртути, сейчас это немножко там другие вещи, но тоже не настолько безопасные. Плюс соли алюминия, конечно, все это совокупности, оно может вызывать очень тяжелые осложнения. Вот на предыдущие какое-то, вот то, что мы начинали, мамочка сказала, что доктор сказал им от того, что у них там большое количество солей алюминия, да, у ребенка там произошли какие-то изменения. Ну вот вполне возможная история, потому что это все-таки составляющая одной из живых вакцин. Можно вопрос? Вот вакцина от менингита, она относится к живым вакцинам? У меня у ребенка была сделана вакцина 2,5 года, и после вакцины было сделано 2 дозы, она была платная, и после вакцины ребенок просто переболел менингитом. А вы мне скажите, пожалуйста, вам делали ее эту... Почему вы делали эту вакцинацию? Кто-то переболел, у вас был очаг какой-то? Нет, просто был очаг в нашей стране этой вакцины, и это не была вакцина из календаря запланирована. Да, это... В Виталии был очаг этого вируса, и начали вводить эту вакцину, хотя она сейчас вот уже обязательно в нашей стране. И ребенок переболел, хотя мы этого даже и не подозревали, и не знали. Ребенок был здоровый, когда мы ему делали вакцину, и он себя нормально чувствовал, но у нас пошел регресс у ребенка. Еще раз повторюсь по вакцинам. Не важно, какого типа это вакцина. Вы должны прекрасно понимать, что когда вам вводят вакцину, вам вводят в той или иной степени в ослабленной ли степени, вам вводят это заболевание. Вам организм любого человека, которому вводят вакцину, заставляют отреагировать на вроде бы как ослабленную болезнь. По-другому это не работает. Это все равно болезнь. Значит, по всей видимости, если у ребенка есть какие-то другие нарушения, в том числе и в иммунной системе, может быть, он ослаблен был, может быть, у него уже были какие-то проблемы воспаления в центральной нервной системе. Конечно, он не в состоянии откликнуться полноценным созданием иммунитета, он заболевает. Такое, да, такое возможно. И переносит, ну, вроде как в легкой форме, но переносит эту болезнь. Спасибо. Еще есть несколько вопросов, которые на листочках были, но они не про вакцины. Дима, прошу обращать внимание на те вопросы, которые в чате. Я там в чате видела один вопрос, и я думаю, что важно. Я его немножко переформулирую. Дима, вот прежде. Я помню, из моего детства, например, нам практически не ставили никаких прививок, очень мало. И в любом случае они начинались, скажем так, не до года, они начинались гораздо позднее. И чем дальше, я вот даже по своим детям смотрю, то есть вот старшие мои дети, там старшего 26, да, вот как им ставили прививки, и младшие, как им ставили прививки. То есть с годами количество прививок, во-первых, увеличивается, а во-вторых, снижается возраст постановки прививок. То есть как бы все более... Вначале, да, да. Маленьким, да. Все больше и больше прививок. Как ты на это смотришь, то есть может быть это каким-то фактором, там, и так далее. Ну, есть какие-то вещи, которые... Конечно, мы же... Тут опять-таки двоякая история. Вот смотрите, то, что касается, например, гепатита, да, который, или там, БЦЖ, которые делают в родильном доме. Почему их делают в родильном доме? Потому что мы считаем условия, как бы, рождения ребенка стерильным, он не был еще ни с кем в контакте, и поэтому мы можем сделать ему эту прививку. Если мы, например, откладываем вот это, те, кто, у кого было отложено БЦЖ, вы прекрасно знаете, как это происходит, да. Если мы откладываем по каким-то причинам остановку этой прививки, то в дальнейшем, конечно, это нужно провести несколько проб, нужно посмотреть, чтобы все вокруг были без признаков, ну, там, или как бы вирулентности туберкулиновых проб. Только после этого можно делать прививки. Я, если ребенок не идет в... Это мое личное мнение, ни на что, как бы, на другое я не претендую. Это мое личное мнение. Если ребенок, так называемый, неорганизованный, не идет там сразу же в ясли, в детский сад и еще куда-то, то, конечно, прививки можно... И там был вопрос по возрасту, можно ли их откладывать? Можно. Тут не важно, в каком возрасте вы начнете делать эту вакцинацию. Важно потом период, через который мы проводим ту или иную следующую инъекцию. Откладывать по возрасту можно, да. Откладывать по возрасту можно. А только поскольку, вот, если я в тебе отвечаю, поскольку, да, определить, насколько зрелым является ребенок и насколько его структуры, как бы, формируются полноценно, мы не можем, к сожалению. Да, конечно, лучше бы дождаться момента, пока можно это определять уже более или менее достоверно. Но календарь есть календарь. Никто его не отменял. То есть мы, собственно, говорим о бюрократии, а не о том, что... Да, да, то есть мы говорим о косности системы, да. То есть каждый родитель должен взять на себя, так сказать, задачу, самому в это все вникнуть, самому, так сказать, решать, что, когда, следить, и, в общем, только так можно как-то... Определить, да. Потому что когда это первый ребенок, они все такие переполошенные, конечно, они не очень сильно включаются и следуют тем советам, которые нужны. Но еще раз повторюсь, если вы ребенка там, условно, как вот здесь в Израиле, три месяца отдаете в детское лечебное учреждение, конечно, уже есть некий... Ну, у меня бы, например, возник некий страх, да, потому что какие дети, откуда они привитые, непривитые. Если ребенок дома, там, до трех лет, как это принято в России, ну, можно, откладывать можно, никаких проблем в этом нет. Ну, здесь в Израиле на эту тему как-то, по-моему, не особо морочится, то есть есть календарь прививок, по нему идут, их три месяца отдают в Ясли. Собственно, ты когда отдаешь ребенка в Ясли, нормальные, так сказать, городские, то ты знаешь, что там за дети, откуда они пришли. То есть, как бы, ты не ожидаешь, что там будет что-то такое. Если ты отдаешь какой-нибудь нелегальный садик, то там, может быть, все что уходит. Девушка, напоминаю, у нас осталось где-то 25 минут. Я извиняюсь, можно вопрос? Да, конечно. Меня зовут Эдгар, добрый день. Хотел поинтересоваться, вот сыну моему мы сделали вакцину БСЖ, ему было год и один месяц, и после этого у нас начались проблемы, то есть, проблемы с аутизмом. Вот, хотел узнать, может эта вакцина БСЖ провоцирует аутизм? Может или нет? Повторюсь еще раз. Значит, скажем, точка зрения официальная, которая придерживается Всемирной организации здравоохранения, различные, так скажем, научные институты и умные люди, все говорят, что сама прививка спровоцировать не может. Почему? Потому что, поскольку мы не знаем патогенез, то есть механизм развития самого заболевания, есть масса причин, которые могут явиться пусковым фактором. И начиная там от экологической обстановки, заканчивая какой-нибудь там травмой. Безусловно, скорее, ну там точно совершенно, то есть у вашего ребенка уже были, вот то, о чем я и говорила, уже было какое-то нарушение в центральной нервной системе. Мы его не, ну, на сегодняшний день мы его не видим, мы не умеем его увидеть. Но, скорее всего... Прививка только проявляет это. То есть, с точки зрения нашего опыта, прививки не есть первопричина. Это один из факторов, который, ну, проявляет уже... Она могла явиться пусковым механизмом. Просто пусковым механизмом. Но эти нарушения уже были. В той или иной степени они уже были. Понятно. Эдгар, я повторюсь, сказав, что... Произнести основу то, что я сказал уже. У нас было немало количества пациентов, которых не было ни одной прививки. И при этом их состояние, вот в уэтичном плане, было достаточно тяжелым. И, повторяю еще раз, никаких прививок не делали. Это было и в силу того, что они были недостаточно здоровы, и просто в силу того, что в некоторых случаях родители так решили, не делать прививки, исходя из своих соображений. Де-факто без прививок и с аутизмом, если так говорить. Я вас прекрасно понял. Просто у нас так случилось, что после прививки там особо времени не было. Щелчком пальца... Очень-очень много таких мы видели. Высоченная температура, две недели, и после прививки, и сразу резкие отпадки. Мы это видим постоянно. Но, опять-таки, если бы не было бы этой прививки, могла бы повториться точно такая же картина от любого другого фактора. Вирусная инфекция, травма, стресс, все что угодно могло вызвать эту историю. Слушайте, я знаю одну семью, у них пятеро детей. Значит, из пяти детей у троих аутизм. Значит, первому ребенку они поставили все прививки и были уверены, что аутизм возник из-за прививок. Значит, следующим детям они прививок не ставили вообще. Так вот, из следующих четырех детей двое оказались тоже с аутизмом. Хотя, надо сказать, что тот ребенок, которому прививки поставили, самый тяжелый. То есть, прививки, по всей видимости, состояние... Но он был самый первый, это не суть важно даже. Ну, нет. Первый ребенок всегда... Нет, смотри, мы видели, что прививки ухудшают состояние, но это состояние уже присутствует. Потому что это дополнительная интоксикация. Надо просто понимать, что это и так у ребенка уже есть какое-то повреждение, а мы ему еще ввели фактически токсины. Дополнительная интоксикация центральной нервной системы. У меня вопрос. Можно? Меня заинтересовал тот факт, что у родителей было пять детей, и из них у троих был аутизм, у двоих нет. Вот у нас двое детей. Первый ребенок дочка, ей шесть лет, здоровый, и второй мальчик, ему четыре, у него аутизм. Какая вероятность того, если возможно, теоретически у нас появится третий ребенок, будет у него аутизм или нет? И так как у многих родителей повторяется, ребенок следующий тоже аутизм, значит, это все-таки кинетически тоже передается, или ген у одного родителя? Надо выйти, смотри, что такое аутизм? Аутизм – это некоторое нарушение работы центральной нервной системы. Нарушение работы центральной нервной системы может вызываться различными факторами, так же, как и ее повреждения. Понимаешь? То есть нужно выяснить, во-первых, какова причина, почему вот у этого конкретного ребенка повредилась центральная нервная система, почему она перестала правильно функционировать. Вот если это сделать удается, то удается сказать родителям, вот тебе нужно вот то-то, например, там, скажем, проверить функцию щитовидной железы, потому что, скажем, если функция недостаточная или чрезмерная, то центральная нервная система плода будет повреждена, то есть ребенок уже родится с повреждением. И в таких случаях очень просто, значит, как бы женщина должна это четко контролировать, и как бы, естественно, проблема не будет возникать. Если такой причины выйдет не удается, то есть есть много всяких там спекуляций, догадок, там говорят, ой, нарушение фалатного цикла, ой, высокий гомоцистин, ой, высокая еще бог знает что, это все спекуляции на данный момент. То есть никто не доказал, что это приводит к этому, это приводит к тому, понимаешь? То есть если вот причина, скажем так, определяется, то очень легко сказать, да, вот делай то-то, то-то, и у тебя ничего не будет. Если причина не определяется, то, как ты догадываешься, практически ты полагаешься на Всевышнего, да, то есть как бы ты ведешь завод жизни, да, ты принимаешь нужные витамины, ты не нервничаешь, ты стараешься не заражаться, да, то есть, например, когда ты ездишь в автобусе, и, например, на тебя кто-то чихнул, и ты подцепишь грипп, то, скажем так, велика весьма вероятность того, что ребенок может пострадать. Ну, грипп это я так привела, хотя он тоже, как бы, я думаю, что такое дело. Есть куча вирусов, есть куча вирусов, которые доказанно делают проблемы центральной нервной системе плода, да, то есть вот если ты всего этого избегаешь, то, собственно, нет причины, почему у тебя родится нездоровый ребенок. Между прочим, вот очень многие дети, которых мы видели, причина там была именно вот это вот внутриутробное поражение каким-нибудь вирусом, то есть мать болела чем-то, и просто плод пострадал из-за того, что вирус к нему попал в тот момент, тогда он был к этому не готов. Немножко добавлю со своей стороны. Вопрос, это был вопрос, который волнует очень многих людей. С нашей точки зрения, никакой такой генетической предрасположенности в этом нет и быть не может. Причины как бы непонятны, но они не, ну, точнее так, это всегда это поражение вирусные или родовые травмы какие-то, но это с генетикой особым образом никак не связано. И те причины, которые говорила ИСФ, о которых нужно просмотреть и по возможности предупредить, они, как правило, все можно назвать причин на бытовом уровне. То есть это связано с теми факторами, которым можно изменить вот это вот именно здоровье мамы. То, что ИСФ рассказала, это гормональные компоненты. Это абсолютно критично. Да, это различные вирусные... Девушки, существуют группы риска по профессиям, да, у кого часть... Вот это то, о чем я хотел сказать сейчас, да. Значит, в этих группах риска, во-первых, те женщины, которые во время беременности имеют контакт с больными, с зараженными, то есть, например, это все врачи, все медсестры, медсестры даже больше, потому что медсестры всегда, так сказать, имеют телесный контакт с больными. Потом есть профессии, которые, казалось бы, не должны вызывать, но таки они вызывают. Например, работа с электроникой. То есть, по всей видимости, вот эти электромагнитные излучения, они тоже могут как-то воздействовать на незрелый плод и, скажем так, повреждать центральную нервную систему. Ну, короче, любые контакты с ядовитыми веществами, то есть, кто туда попадает, то попадают все женщины, которые работают, скажем, на уборке, на строительстве. В общем, короче, просто вот логикой подумайте, да, с чем вы имеете дело ежедневно. То есть, любые токсичные вещества, любые вирусы, любые бактерии, да, все это приводит к тому, что женщина, в общем, попадает в группу риска потому, что у нее может родиться нездоровый ребенок. Я немножко дополню картину из нашего опыта. вот у нас, ну, комментирую то, что вот Исаф сейчас рассказала. У нас были несколько лет назад двое пациентов, это двое детей с разницей там где-то год-полтора, израильтяне. Оба были в достаточно тяжелой форме. У одного был диагноз тяжелый у нас остался, у второго ребенка аутизм. С Божьей помощью дети изменились за очень короткое время совершенно невероятным образом, буквально в смысле стали лидеры. К чему я об этом сказал? Когда мы пришли, Исаф вот так продиагностировал, когда они пришли к нам, мы их продиагностировали, Исаф сказал, что вот есть, начнется какое-то заражение у ребенка. Мама моей детей сказала, что она ничего такого ей нигде ничего не говорили. Когда стали задавать уже более конкретные вопросы, выяснилось, что мама работала ассистентом стоматолога. Вроде бы совершенно безобидная какая-то специальность. И она постоянно имела дело с этими отравляющими веществами. Для нее конкретно это явилось отравляющим фактором. Для абсолютного большинства других людей это никак. Нет, это очень тяжелая профессия. По-моему, соматологи, зубные техники и так далее. Но у кого-то это относительно ничего пройдет, а для кого-то это будет сильно поражающим фактором. Нет, не для кого. А в какое время. То есть, кто-то в более молодом возрасте уже будет. Ну, неважно. В более старшем, но пострадают все. Ну, вот это вот как раз тот бытовой фактор, который можно учесть и изменить тем, чтобы понизить степень вероятности рождения детей с какими-то проблемами. Это могут быть любые экологические проблемы, там, наличие производства каких-то химических, химических, металлургических рядом. Иногда просто переезд в другой район города даже может очень сильно улучшить перспективы. Спасибо большое. Да. Так что, девушки, в ваших руках старайтесь. Нет ничего предопределенного, да? Делаем, меняем будущее. А еще вопрос, простите. Вот сын, когда родился, у него сердце третьей, четвертой камеры были дырочки с Калли. И с Калли из-за того, что это сердце не успело до конца развиться, да? И до года у него эти дырочки закроются. И у него еще была дисплазия ножек. Но, несмотря на это, все равно ему сразу начали делать прививки, как там положено по книжке. Возможно, что это спровоцировало? Или нам нужно, возможно, было подождать? Знаешь, можешь что-то сказать про такое? Докторина? Возможно, что нам нужно было подождать, пока у него все, функция сердца до конца восстановится, и дисплазия, вот, три месяца он лежал в шинах, и тогда уже начать всякие прививки и все необходимое. Ну, я не думаю, что вам дисплазию поставили с рождения, да? То есть вам, наверное, поставили ее в полтора-два месяца, дисплазию нам поставили, сейчас скажу, еще 40 дней не было ребенка, ну, где-то 20 дней, наверное, сразу, да, да. И сердечко уже перед выпиской в роддом, уже сказали, что у него сердце, вот, есть третья, четвертая камера, да, то, что вы... Ну, дефекты перегородок нет, не являются противопоказанием, очень большого количества детей действительно есть, не зарощено это окно, ничего страшного, но иногда к году, иногда там, к трем годам оно закрывается у детей, и оно не влияет... Ну, по полгода уже закрылось у него, в принципе. Ну, оно не влияет, да, оно не влияет на работу сердца, поэтому мы это вообще никак не считаем, никакими противопоказаниями. Нет перекрестка там крови венозной и артериальной, поэтому это не мешает ребенку, действительно, оно быстро закрывается. По поводу дисплазии надо смотреть, там был вывих, под вывих, трудно сказать, что там было, поэтому, опять же, скажем, такое хроническое заболевание к вакцинации вроде как бы не имеет никакого отношения. Вроде не имеет. Вам сняли уже распорочки эти? Сколько вам сейчас? Сколько простояли распорки у ребенка? Так, я кажется, выключил звук у них. Прошу включить звук. Все зависит от сколько времени у вас прошло. Он три месяца носил шины и когда скорее всего мальчик, да, у вас скорее всего мальчик, вот четыре года. Я была достаточно худенькая, а он у меня родился 53 сантиметра большой и возможно, поэтому у него мало места дисплазия нет, нет, нет. Дисплазия это забедренных суставов, это внутриутробное некое несозревание вовремя плода, ничего страшного. Мальчиков это тоже достаточно часто бывает, они чаще, чем девочки, этим страдают. Это незрелая соединительная ткань. Ну, видите, созрело, все хорошо. Все нормально. Спасибо большое. Мальчиков, можно я еще спрошу? У меня два вопроса, один вам, один you say, наверное, больше. Начну с того, который вам. Я как бы очень за прививки, да, ну, в разумном смысле, больше я боюсь их не ставить. И вот у меня такой вопрос, да, вот мы все привыкли, что деткам ставят прививки в основном до школы, да, вот там, начиная с роддома и заканчивая, вот где-то идем в первый класс. Но есть прививки, которые важны в ревакцинации, вот я смотрю по календарю России, да, в 7 лет, в 14, в 15, в 16 и 17. Если эти прививки, да, вот мне, например, их уже не делали. Я думаю, что большинству вот присутствующих их тоже потом не делали, да, вот как-то так вот у нас родители. Да, насколько получается мы теряем те прививки, их действия, да, против тех или иных заболеваний, если мы не делаем ревакцинацию вот уже в более взрослом возрасте? И насколько они тоже обязательные являются? Ну, это зависит от как бы сформировавшегося иммунитета. Принято считать, что против таких вещей, например, как там, гифтерия, полиамилит, столбняк, туберкулез, иммунитет не стойкий, не пожизненный, поэтому мы повторяем прививки. Есть там то, что мы, например, делаем прививки однократно девочкам, там, в 12-13 лет это вирус стопиломы человека, потому что это некая там ситуация, которая предохраняет их в дальнейшем от раковых заболеваний. Иммунитет может быть стойким или не стойким, там, это уже, скажем так, небольшая проблема, потому что если он все-таки уже существует, то вероятность того, что ты заболеешь, и заболеешь тяжело, и будешь как бы тяжело этим болеть, уже не так велика. Опять же, вот посмотрите, что было в вашем возрасте. В вашем возрасте существует такой термин в эпидемиологии проэпидемичивание. В вашем возрасте большая часть, большая часть детского населения она была вакцинирована, потому что тогда не было разрешения и родители не отказывались, то есть Советский Союз вакцинировался. Поэтому и вероятность уже заболеть, она была мала. Если вот этот индекс проэпидемичивания мал, если там большой процент родителей, которые не провели эту вакцинацию, то при нестойком иммунитете это может случиться и человек может заболеть. Но это все очень сильно индивидуально, потому что у кого-то может быть иммунитет, например, это вот почему мы делали реакции МАНТУ, то есть у кого-то эта реакция может сохраниться на всю жизнь, когда ему сделали в роддоме, у кого-то он снижал, поэтому детям, например, в школе это дело повторяли. Такого, скажем, например, четкого, я специально тоже смотрела эту историю, с четкого исследования о том, насколько у каких категорий граждан и при каких ситуациях сохраняется уровень достаточно напряженного иммунитета, то есть с достоинным ответом, но, к сожалению, это уже пока нет, я ничего не нашла, никто ничего там особо сильно не исследует. Вот есть календарь, ему нужно следовать. Девушки-юноши, у нас осталось 10 минут. Можно задать вопрос тогда по поводу иммунизации еще? Скажите, пожалуйста, есть такое понятие, как, ну, когда вот сдают анализы крови перед тем, как сделать прививку на иммунный статус, что конкретно должны показать эти анализы и какой иммуноглобулин, я так понимаю, они же там отличаются, да, М, Г, Е, да, какой-то там. Нужно увидеть в анализах, то есть, какой он должен быть для того, чтобы делать или не делать прививку, то есть понимать, что, допустим, у ребенка есть, например, перенесенное в латентной форме какое-то заболевание, да, иммунитет сформировался, то есть, соответственно, есть ли смысл делать тогда эту прививку? Вот вопрос очень прямо грамотный и очень интересный, но, к сожалению, скажем, так же красиво вам ответить. красный диплом медицинский, который мне не помог с ребенком встретил, к сожалению, понимаете, а вот сейчас я краю. Ну, если у вас есть красный медицинский диплом, тогда мы с вами можем поговорить на одном языке. Значит, к сожалению, исследование иммунного статуса, оно настолько размыто и настолько не имеет сейчас никакого, то есть, вы же видели, да, в самих ответах, вы же видели, насколько большой разброс в норме анализа. Да, да. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не нашли как бы тех цифр, от которых мы можем в ту или иную сторону отталкиваться. Да, я вам могу, например, сказать, что там иммуноглобулины Е, да, это вот то-то, 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 если они существуют, но это опять к вакцинации, как вы понимаете, не имеет никакого отношения, да, это паразитарная паразия. Там иммуноглобулины, там, М, это короткий иммунный ответ на то, что сейчас существует. Но при этом сказать вам, что вы сейчас сдадите иммунный статус, и мы на основании этого исследования вам скажем, какой у вас иммунитет, нет, это мы сделать не можем. Это более такой вспомогательная история, не совершенно не играющая никакой роли при, там, тем более при вакцинации или там еще при каких-то историях, нет. Но скажите, с нашими детьми в их теперешнем состоянии дальнейшая вакцинация, но с учетом того, что у них вот идет какое-то хроническое воспаление, она, в общем-то, под вопросом, я так понимаю, да, что дальнейшим ее... вы должны, да, вы должны для того, чтобы дальше решить самостоятельно этот вопрос со своим ребенком, вы должны выяснить, какой уровень нейровоспаления есть у человечек. Уровень опасности реальной возможно того, отчего делается прививка. Да, может быть он... Нет, ну пока мы не говорим... Иногда это надо. Пока мы, может быть, можем не говорить там о наличии... Что для этого... А что для этого нужно сделать? Вот по поводу нейровоспаления, к сожалению, мы не проходили такого... Во время учения... Единственное, есть маркеры нейровоспаления, есть анализ на маркеры, ну, амфатерин, если это вам что-то говорит, белок, определяется. Его уровень, он не шипно сильно специфичен, но тем не менее, он точно совершенно указывает на наличие нейровоспаления, да, и на его уровень. Абсолютно. Благодарю. Спасибо. Ещё один вопрос остался. Один вопрос, можно? Я, наверное, уже... Очень... Я уступай, я тут многое слышу. Да, 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 спасибо. У меня вопрос. Дочки, ровно 2-годника, диагноз, задержка психоречивого разбития, также мы сдали на маркеры на нейровоспаление, то есть белок, и нейроноспецифическая аналаза также у нас повышены. У меня главный вопрос. В 2012 году я перенесла токсическое отравление грибами, то есть это было тяжёлое состояние, это была реанимация. В тот период я спрашивала у врачей, то есть можно ли мне иметь второго ребёнка. Старшей дочке 9 лет, то есть ребёнок абсолютно нормальный, здоровый, умный, а младшей дочке 2 годика, то есть с момента отравления прошло, ну, получается, 8 лет. Мне тогда врачи сказали, что да, конечно же, можно через 5 лет токсины из организма выведутся, то есть вы можете иметь ребёнка, всё будет хорошо. Но в итоге, да, что мы получаем? То есть ребёнок родился у меня абсолютно здоровый, так же вот как по историям мамы после третьей прививки от КДС у нас пошёл сильный регресс в развитии, то есть на данный момент мы имеем такие диагнозы. Могло ли моё предыдущее заболевание, моя болезнь, спровоцировать вот развитие такого состояния у ребёнка? Спасибо большое. Такая интоксикация, безусловно, конечно, могла. Мне трудно сейчас предположить, что за токсином, каким токсином вы отравились, но я надеюсь, что это будет там не бутовый токсин, а что-нибудь более-менее. Вы меня понимаете, это Украина, лаборатория чётко никак бы не выявила. Не важно. Написано было ртут, отравление ртут на органические соединения. Всё, то есть, вот так. Я немножко прерву, у нас просто осталось две минуты. Я думаю, важно не то, а могло быть или нет, важно сделать сейчас. Ну, если, то, что касается нашей помощи, будем рады помочь. А гадать, а могло, не могло, ну, толку с того. Ты не сменишь. Допустим, какие может анализы мне сейчас дать? Есть ли смысл давать сейчас ребёнку? Напишите, Настя, сделай так, чтобы в личку попало это сообщение, и я тогда попытаюсь сформулировать, что нужно сделать. Оль, напиши мне в личку, я тебе сброшу, доктор Алина Калиевна. Хорошо, Масленька, да, спасибо большое вам. Собирай Мадан, и скоро откроют границу и поедешь в Израиль. Это лучшее решение. Да, ребята, наконец заговорили про открытие границ уже. Ждём. Ура. Мы уже тут, скажем так, думаем об этом не меньше, чем вы, скажем это так. Ладно, всем большое спасибо за участие. Спасибо вам. Если есть вопросы, просьба писать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. По поводу дистанционного сеанса, который я проводил, вероятно, буду проводить 12 часов, а не в час. Сразу, один после другого, не знаю, как для вас, для меня это колоссальная нагрузка, надо сделать небольшой перерыв. растений. gaat детям, краску. Хорошо. Хорошо. Спасибо. На добро. Всего � flights. Спасибо те. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо. до свидания. Спасибо большое.